Сейчас мы хотели бы поднять несколько вопросов, предложить варианты ответов и еще поспрашивать ваши варианты ответов на аналогичные вопросы, которые вы применяли в своей работе по раскрытию потенциала нефтяных оторочек. То есть месторождение достаточно сложное, неоднородное по разрезу и сама наша оторочка достаточно тонкая, с большой газовой шапкой и еще более мощным аквифером. Если мы ее будем разрабатывать стандартным подходом, то у нас будут очень маленькие дебиты наших скважин, либо сразу будут прорывы газа и воды. И что сделал недропользователь? Нидропользователь разбурил ее протяженными горизонтальными скважинами. При этом, несмотря на то, что у нас мощная газовая шапка и аквифер, в процессе разработки у нас все равно наблюдается снижение пластового давления в нашей нефтяной части, несмотря на подпор. То есть наши отборы все равно не компенсируются аквифером и, соответственно, нужно что-то предусмотреть, как-то организовывать систему поддержания пластового давления. Плюс, если мы хотим вообще оценивать это пластовое давление, то у нас есть сложности с КВД. Здесь вот приведено график в лок-лок координатах не фактического КВД, а синтетического КВД, которое рассчитано на модели. И мы видим, что из-за того, что у нас сетка скважин близкая друг к другу, у нас протяженные эти стволы, и не совсем понятно, как же интерпретировать такие исследования, где тут положение радиального режима, какой тут на самом деле скин, где начинается интерференция, если мы говорим про односкважинные исследования. Кроме того, продуктивность у нас получается ниже полученной этим скважин. Хоть она высокая на самом деле, но она все равно ниже ожиданий, которые мы планировали, исходя из пробуренной длины и фильтрационных свойств пласта, причем там существенно примерно в пять раз ниже. И источник обводнения на самом деле не всегда понятен. У нас вот есть скважины, которые практически безводные работают, есть скважины, у которых обводнение постепенно нарастает, есть скважины, где у нас обводнение большое с самого начала, и не всегда понятно, какая часть это у нас снизу подтягивается, какая часть у нас сбоку подтягивается этой воды, и что нам, собственно, сделать, чтобы выявить эти источники обводнения и по возможности их купировать. И что мы можем сделать в данной ситуации, расскажет коллега Анастасия. Добрый день, коллеги. Нефтяные оторочки – это всегда очень сложные и интересные объекты, и при разработке таких объектов, наверное, вопросов возникает гораздо больше, чем ответов на них. Но самые главные вопросы, которые возникают у недропользователей, это как эффективно диагностировать проблематику на этих месторождениях, и самый главный вопрос – как эффективно использовать результаты этой диагностики, чтобы эффективно вырабатывать эти залежи. Объект, про который мы сегодня рассказываем, имеет довольно интересный разрез. То есть там мощный подстилающий водоносный пласт, газовая шапка и тонкий-тонкий пропластик нефти, который мы как раз хотим выработать. И какими инструментами можно было бы локализовать проблемы, и как, в принципе, эффективно можно было бы выработать это месторождение, мы применили такую технологию, как мультисплажное ретроспективное тестирование. Несмотря на то, что геология очень сложная, данная технология все равно показывает высокую эффективность даже на таких сложных объектах. В чем заключается ее суть? Вы сейчас на слайде видите красную скважину, которая отмечена красным. Это наша главная скважина, которая была в тесте. И слева вы видите историю забойного давления по ней, то есть синим. Дальше по всем остальным скважинам, которые выделены также более жирненьким на карте, вы видите историю ее добычи. И суть этого анализа заключается в том, а как на участке эти скважины друг с другом общаются, то есть как они взаимодействуют друг с другом. Ведь скважины, они не обособлены, они все равно приезжают друг на друга как-то. И как понять, как они это делают? В чем заключается суть математического алгоритма мультискважной деконволюции? Можно, например, посмотреть по скважине 9. Математический алгоритм видит, например, что скважина 9 остановилась в какой-то момент. И алгоритм пытается найти, а как эта остановка повлияла на давление в тестовой скважине. И проделывает это со всеми изменениями по дебетам в окружающих скважинах. То есть на выходе мы получаем функцию, как добыча в каждой окружающей скважине влияет на давление на наши тестовые скважины. И несмотря на то, что геология довольно сложна, проведя этот тест, мы смогли ответить на ряд поставленных проблем, которые озвучил мой коллега, с помощью данной технологии. Первая проблема, которая была озвучена, это то, что у нас есть проблемы с пластовым давлением, с восстановлением. Редкие замеры пластового давления не дают полной картины о том, как же оно действительно менялось на участке. С помощью мультискважной деконволюции мы восстановили общий тренд истории. Вот красным пунктиром можно это увидеть. Как менялось действительно пластовое давление на участке во времени. И тут также замечу, что мы провели прогноз, как упадет давление на этом участке, если мы продолжим разрабатывать этот участок так, как сейчас продолжаем. То есть увидели, насколько снизится пластовое давление, если мы ничего не предпримем. Следующая проблема, которая была озвучена, это неясности с гидродинамическими исследованиями скважин. Действительно, то есть есть сложности и в эффективном определении скинфактора, есть сложности в определении гидропроводности. Но по результатам мультискважной деконволюции мы получаем диагональные переходные характеристики. Это, по сути, очищено от влияния окружающих скважин. Скважин КСД. И уже по ним мы можем довольно надежно оценивать и скинфактор, и гидропроводность, что, в принципе, и было сделано на нескольких участках анализируемого месторождения. И здесь вы даже можете уже заметить, что на карте вы видели, что месторождение разбуривается горизонтальными стволами. Здесь мы не совсем по диагностике можем увидеть, что у нас скважины горизонтальные. Здесь действительно на участке есть проблема. Все скинфакторы, они очень большие. И мы не видим горизонтальных скважин, линейного режима течения, который мы должны, по идее, были видеть. И это связано с тем, что у нас выносится песок в скважину, и скважина очень быстро сильно пальматируется. Это одна из причин, почему у нас продуктивность в пять раз меньше, чем мы ожидаем. Вторая причина, которая была получена, то, что горизонтальные стволы, которые бурятся довольно длинные, они работают не полностью, а работают там чуть больше половины горизонтального ствола только работает. И это вторая причина, почему продуктивность была очень сильно снижена. Что касается обводненности, здесь мы применили уже другой немножко сервис. Он называется Prime Analyze. Вы сейчас на слайде видите несколько примеров нескольких скважин, как мы оценили, а какая вода, какой водой обводняется скважина. То есть, будь то, не знаю, обводнение от соседней ППД скважины, или это подтягивание конуса воды. На графиках вы видите зависимость обводненности от накопленной обводненности и четыре теоретические кривые модельные. Эти теоретические кривые, они как раз и показывают, а как ведет себя обводненность, если наша скважина там будет обводняться водой ППД. А как ведет себя обводненность, как бы ввела себя обводненность, если бы там было подтягивание конуса воды. И вот по нескольким скважинам мы оценили, что вот в одной скважине У нас подтягивание воды было снизу, в другой скважине подтягивание было с краю. То есть уже эту информацию можно использовать для дальнейшей разработки этого месторождения. Вообще анализ был сделан обширный на всем участке месторождения. И в результате, во-первых, был составлен список скважин, в которых диагностировался очень высокий стенфактор, который мы отправили под стимуляцию. И посчитали прирост от стимуляции всего лишь четырех скважин. Тоже получили хороший прирост за три месяца по дебетам чистой нефти. Также была оценена эффективность перевода скважины под ППД. Как раз той схемы участка, которую я показывала, это вот восьмая скважина. Здесь вот важный момент, разрез сложный. То есть большая водная толща, газ, маленький пласт нефти. Эта скважина восьмая, она сейчас в добыче и добывает нефть с большим количеством газа. То есть воду она не подтягивает. Окружающие ее скважины наоборот. У них газа практически нет, есть нефть и есть вода. Много-много воды. И если мы начнем сюда качать, то у нас гидродинамическая связь пойдет как раз по пропластку нефти. И тем самым тоже посчитали приросты. А как вообще повысится добыча на участке, тоже получили хороший прирост по нефти. И также мы оценили, если мы будем делать уплотняющее бурение, снизит ли это сильно добычу в окружающих скважинах, где мы будем уплотняться. И обнаружили, что влияние уплотняющего бурения не так велико. Поэтому были подобраны также участки для того, чтобы уплотниться и получить дополнительный приток нефти. В принципе, это тот подход, который мы применили. Коллеги, если есть какие-то вопросы, мы можем ответить. Или, может быть, есть какие-то дополнения, ваши предложения. Я предлагаю давать докладчиков. Благодарим сначала за нарративную часть. Спасибо вам большое. Дико извиняюсь. А теперь поехали. Наверняка те рекомендации, которые вы дали, они действительно помогли. А вот немножко такого научного, так скажем, вопроса характера. Можете открыть на слайд, где вы смотрели типовую динамику? Одиннадцатый слайд, что ли? Одиннадцатый. Нет, еще. Да, вот. Смотрите, вы упомянули линейный режим, который вы не увидели. Но хотел бы обратить внимание, что он будет наблюдаться, если будут непроницаемые границы для горизонтальной скважины, то есть сверху и снизу. То есть как раз-таки наоборот. Было бы странно увидеть, на мой взгляд. Поэтому вроде бы все очень логично. То есть вот эта стабилизация, которую вы подчеркнули, это же ранний, правильно, радиальный, так называемый, режим горизонтальной скважины. Или я ошибаюсь? Нет, если бы это была низкопроницаемая залежь, то да, здесь достаточно высокая проницаемость, и это совместное влияние получается и горизонтальности ствола, и подпора давления сверху и снизу. И вот вместо того, чтобы они так расходились, они у нас, получается, так стабилизируются, и дальше уже вот это на поздних временах. Что за рост, да? А, ну это уже ввиду как бы очень длительных интерпретаций, там не хватает отработки, может быть, вот этот рост, или что это? А это уже влияние дальнего окружения скварин, которые не вошли в анализ ближайшего окружения, они уже выглядят как причина... Это, собственно, и есть причина истощения, что наши отборы все равно превышают подпор, и поэтому у нас в конце производная через 10 тысяч часов все-таки начинает загибаться вверх, а пластовые снижат. То есть вот эту стабилизацию, там, тысяча часов, да, насколько я понимаю, вы интерпретируете как совместное вот это комплексное, то есть влияние вот всей системы, да, и там сверху, снизу, и там сбоку. И такой огромный этот период влияния объема ствола скважины, я вот вижу прям... Не, ну это как бы вот где он тут, он достаточно в пределах 10 часов, не так чтобы огромный, как раз соответствует там двух признаков. А вот все же, в чем же, откуда вы вот эту линейность ожидали увидеть, вот как бы где предпосылки для линейного стока, вот в условиях, когда сверху газовая шапка, снизу еще... Да, нет, это просто исходя из того, что горизонтальный ствол, все обычно ищут этот линейный режим. Ну тут надо быть аккуратным. Да, да. Спасибо. Но в любом случае вот это вот расхождение, оно намного больше, чем мы ожидали, вот, и это вследствие того, что у нас происходит калиматация, которую в принципе можно убрать и получить дополнительный приток. Сразу же тоже возникает как следующий вопрос. Окей, мы здесь ничего, так скажем, линейного не видим, да. Вот вы упомянули, что определили 60% не работает, да, горизонтального ствола. Опираясь на что? Это исходя из, значит, того, как должно себя вести поведение давления вот при такой модели, значит, что у нас есть газовая шапка с вертикальной проницаемостью такой-то, расстояние такое-то, вот, просто по сопоставлению. На самом деле здесь может быть и меньше, можно, значит... А может быть и больше. Больше трудно, больше трудно. Плюс еще там было два ПГИ, там вообще были рабочие интервалы совсем локализованные, очень такие маленькие. Да, спрашиваю этот вопрос, потому что я вот засомневался, вот, где зацепиться за вот эти данные, чтобы сказать, вот такая вот длина работает на самом деле. Но, в принципе, вот таким косвенным образом, про который вы сказали... Да, косвенным перечисленным. А он оставляет вариативность решения этой задачи? Да, здесь есть некоторая вариативность. Все верно. Ну, если еще что-нибудь добавить, какие-нибудь там MDT, чтобы в этом районе, там, испытания пилотных стволов, чтобы в этом районе опереться на проницаемость, тогда эта вариативность будет уменьшаться. Чем больше у нас будет опорных точек, тем с меньшим количеством люфта мы сможем определить все параметры. Спасибо. Если можно, я еще хочу небольшой комментарий дать, да, вот по вашему вопросу, по поводу ранних времен. То есть, смотрите, здесь работают технологии деконволюции. Деконволюция, она берет там всю историю давлений, всю историю изменений дебета, и все это собирает в какую-то единую модельку. Вот эта моделька отклика там давления на дебет. Вот, но эта модель, она хорошо достаточно восстанавливает эту кривую. Вот она пунктиром показана, да, вот это, собственно, вот верхняя кривая, это она, мы просто ее производим. Она ее хорошо восстанавливает там, где у нее хорошие даны. И их достаточно. Тут, ну, вы, наверное, видели, да, как выглядит само давление, если вот откатиться наверх там, где вот, вот, ну вот, да. То есть, вот, откровенно говоря, давление, это, причем, мы уже так хорошо так с ним поработали, если честно, то есть, мы пересчитывали, вот, мы недавно общались на мастер-классе, как мы это делали. То есть, это результат там довольно больших мучений, и, тем не менее, вот, посмотрите, как она выглядит, она очень шумная. Да, каждое переключение дебета сопровождается большим шумом, и хорошей информацией, чтобы установить ранние времена вот этой вот функции отклика, ее очень мало. Вот, то есть, даже если посмотреть график сопоставления с КВД, вот, если мы на него вернутся, то вы увидите, вот эти точки красные и синие же, да, вот это КВД, понимаете? То есть, это, в общем, лучшая информация, которая у нас есть, а начинается она, как видите, там, в районе 100 часов. Поэтому какая-то вариативность и в поведении самой кривой вначале тоже есть. Поэтому тут, вот, тут я не знаю, где там ВСС, какое на самом деле. Если честно, здесь, конечно, остается это тоже немножко вопросом. Спасибо. Можно, да, вопрос. Сначала вот по предыдущему, можно слайду, где вы восстановили давление? Да. А что такое тут пластовое давление? Да. Вот у нас вот к классическому вопросу, какую зону оно характеризует, мы же должны добавить, оно характеризует именно оторвочку, или оно характеризует еще какие-то объемы газа и воды, которые участвуют. Здесь надо добавить, да, что это такое, как получены точки на этой красной кривой. То есть после того, как мы выполнили деконволюцию, определили, как у нас меняется от времени давление в исследуемой скважине, если она будет работать с дебетом 1 куб в сутки, и как будет меняться давление в нашей скважине, если каждый из окружающих скважин будет работать с дебетом 1 куб в сутки. После этого мы можем взять и в прошлом математически остановить нашу скважину, а остальные пусть работают в том режиме, как есть, на заданное пользователем количество часов. Ну и вот здесь мы выбирали 2000 часов, потому что там уже четкий радиальный режим. И тогда в этой скважине давление будет возрастать, потому что она стоит, а остальные будут продолжать работать. И это давление, оно не строго пластовое, но оно уже очень близко к пластовому. Чем больше мы это время выбираем, тем оно, значит, выше. Это давление мы вот тут условно назвали пластовым, но это просто давление в этой скважине, которое было бы, если, грубо говоря, она никогда не работала, а другие продолжали работать вот в это время. Но оно же у вас во времени тренд. Да, мы просто поставили точку здесь, 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 математически остановили. Ну хорошо, по-другому. То есть, грубо говоря, какое давление было бы в этой зоне, если бы этой скважины сейчас не было? Но перед этим она бы работала. Ну да. То есть, как бы ее влияние на пластовое тоже учитывается? Ну, тут, скорее, мой вопрос касался дальше интерпретации, как работать с этими данными с точки зрения разработки. Да, понятно, это некий ориентир по энергетическому состоянию, но какой зоны? Чисто оторочки или здесь участвует некая зона, да? То есть, вот мы хотим принять решение, что делать дальше. Например, поддерживать давление. А где его надо поддерживать? Локально в этой маленькой толщине? Или нам надо преодолеть проблему, что мы тянем газ и снижаем давление в шапке? Или у нас недостаточный подпор из водоносной части? То есть, вот на этот вопрос мы тут не получаем ответ. В этом вопросе и ответ. То есть, вот если бы у меня этого расширения шапки и аквифера хватало, чтобы давление в моей нефтяной оторочки не снижалось, то оно бы у меня вот тут и не снижалось. А раз я вижу, что оно снижается, значит, во всей этой области у меня этого расширения недостаточно. И, соответственно, если я не хочу терять добычу нефти, то я должен как-то поддерживать это пластовое давление именно вот. То есть, мне это надо в нефтяной части, конечно. Но я, так как у меня связь вертикальная есть, то я не могу только в ней поддерживать. Во всей области получается. Согласен, да. А второе я бы хотел попробовать на ваш вопрос ответить. Вы сформулировали по поводу, что бы сделать, только с точки зрения разработки. Я хочу сказать, что нас сильно сбивает термин. Вот если мы к нефтяной оторочке используем термин поддержание давления, он неправильно позиционирует тот эффект, который надо получить от нагнетания. Не поддержание давления. Здесь еще случаи, когда вы показываете, что нужно поддержать давление. Бывает ситуация, когда, в общем-то, поддерживать давление не нужно. Но нужно бороться с прорывами воды и газа. А это значит, что все равно нам надо создавать какие-то барьеры, которые бы этому процессу препятствовали. И закачка – это способ локально повышать давление для того, чтобы эти проблемы преодолевать. Да. Я говорю, с одной стороны, по нашему опыту, потому что мы много такими вещами занимались, и чисто такими секторными моделями, как бы идейно, и реальными объектами показывали, что тот же фонд, только давайте там, условно, половину фонда задействуем под закачку. Казалось бы, мы потеряли в добыче. На самом деле мы выигрываем достаточно быстро за счет, не за счет поддержания давления, а за счет того, что это помогает преодолеть потери в добыче. Да, это сильно отсрочит и обводнение прорыва газа. И, в общем, нам не сильно доверяли одни из заказчиков, когда мы с этой идеей пришли, сказали, ну-ка, сделайте-ка обзор, что в мире на эту тему думают. В мире думают так же, уже давно. Ну, много проектов, где в тонких оторочках делают закачку. По возможности стараются еще разносить так, чтобы закачка была как можно ближе к контакту обычного газа нефтяному, при этом добывающаяся скважина пускают ниже. Потому что, на самом деле, тут есть еще следующий вопрос. А как эксплуатировать эти скважины? Скважины, которые хребают много газа, будут фонтанировать хорошо. Скважины, которые хребают воду, потребуют насоса, но зато будут дольше держать продуктивность. Вода не так сильно снижает. Поэтому еще есть оптимизация положения стволов. Ну, и вот вкупе с закачкой обычно это дает приличный результат. Сколько ожидаемой нефтеотдачи с этой оторочки? Ну, знаете, хотя порядок. Я просто к тому, что когда мы в свое время с недропользователем пытались обсуждать, можно ли получить 25 с какой-то оторочки, а он говорил, да вы что, 5-10 максимум. Мы потом смотрели проекты, опубликованные по Малайзии. Еще какие-нибудь Катар, что ли. В общем, какие-то не самые передовые, прямо скажем, страны, казалось бы, нефтяные. Они показывают, что уже достигают 30, а хотят где-то даже 51 на одной из оторочки. Оторочки толщиной порядка 10-13 метров. Да, да, мы такие тоже видели. Там, правда, немножко разместены по площади, контакты далеко друг от друга. То есть вот тут вот контактная заль, большая проблема в том, что там суперпроницаемый песок с двумя контактами, прямо очень близко друг к другу во всех скважинах. Нет, согласен, ключевой момент, конечно, краевая оторочка, да, или полностью подстилающая. Здесь сложнее ситуация. Но я к тому, что как бы поддержание давления, которое, казалось бы, ну зачем мы будем на это тратиться, когда у нас есть шапка, не поддержание давления. Другая проблема, но она решается. Оттеснять прорывы. Я полностью согласен. На самом деле, по-моему, рекомендация такая прозвучала, да, вот ребята это озвучили, что если переводить, то искать скважины, которые, грубо говоря, работают в шахматном порядке. То есть это легко понять, глядя на динамику скважины, потому что есть скважина с большой водой и с большим газом. Кстати, еще одна вещь, которую вы не упомянули, тоже очень важная, с точки зрения, что лучше для добывающих скважин. Если вы получаете много газа, у вас будут еще проблемы с теми сбора. И это, на самом деле, зачастую является сильно ограничивающим фактором. И иногда лучше больше воды, чем много газа. Согласен, да. Не, на самом деле, опять же, есть некий, по литературе, да, оптимальный. Во многих проектах примерно одинаковое оптимальное положение стволов. Примерно треть толщины отступают от ВНК, да. То есть пробуют, да, разные положения. Причем есть примеры, где не просто на модели пооптимизировали, а где реально там последовательно вводили горизонтальные скважины, смотрели, как они себя ведут и подбирали вот оптимальное положение. И примерно такое положение чаще всего. Еще хочу сказать, что песок, да, если еще здесь, да, песок же тоже зависит от обводнения, да, и чем обычно сыпучий коллектор, когда намокает, еще сильнее несет. Поэтому еще вопрос в том, что поддержание давления еще косвенно будет сказываться, ну, оттесняя эту воду и не давая ей прорываться, будет как бы еще и эту проблему частично решать. У нас все справедливо. В общем, у нас был опыт работы с объектами, где вот ППД приводил местами вообще к выволу песка и образования червоточин от многогентальных скважинных добывающих. Да, причем это довольно хорошо диагностировалось, и да, такое тоже может быть. Это правда. Спасибо.